Сначала были дети на расстоянии трёх метров от берега. Девочка ещё держалась за лёд, но мальчика она пыталась удержать, он уже под воду пошёл. Событие, о котором Иван Аношин ещё долго не забудет, произошло накануне Нового года. День клонился к вечеру. Фаня спустился к речке Кундрючей, протекающей в конце его огорода, посмотреть, встал ли лёд, и вдруг услышал встревоженный голос соседской девочки. Побежал вниз и увидел, что дети попали в беду. Владик уже маленький брат, он уже шёл под воду, где-то сантиметров на 20 уже был в воде с головой. Я быстро кинулся в воду, вытащил его из воды, сделал ему дыхание в рот в рот и два разряда в грудь. Он откошлянул воду, я увидел, что он дышит уже, всё нормально. Быстро вытащил детей из воды и подбежала мать детей. Они, как потом уже выяснилось, что они гуляли перед двором, а потом решили пойти на речку, а матери не сказали. Ну вот, потом быстро взял мальчика на руки, потому что он был уже замёрз, у него было обнаружение. Занесли детей в дом, начали раздевать, снимать всю мокрую одежду. Шестилетнего Владика забрали в больницу. Брат с сестрой без спросу родители пошли к речке. И детское любопытство проверить лёд чуть не обернулась трагедия. На сегодняшний день потерпевший мальчик чувствует себя хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мы осознанно не показываем вам спасённых детей, чтобы не травмировать их психику. Ведь, как призналась их мама, они только стали забывать о перенесённом испытании. Не каждый в 19 лет, оказавшийся в экстремальной ситуации, способен не растеряться. Первое в голову пришло то, что, не знаю, надо быстрее спасать. Быстрее кинулся, ничего даже, не было никакой другой мысли. Нужно было спасти детей и всё. При этом, размышляя о своём поступке, Иван Аношин супергероем себя не считает. Я думаю, каждый бы поступил вот так. Ваня является простым, скромным студентом 4-го курса колледжа топлива и энергетики. Классный руководитель Ольга Борисовна Рязанская и однокурсники Вани характеризуют его как ответственного студента и надёжного друга. Поэтому для меня не стало удивлением, когда вот подобный случай произошёл, потому что Ваня на самом деле тот человек, на которого можно положиться и который как бы обладает, я могу сказать, определёнными знаниями в области оказания первой помощи. Поэтому мы очень гордимся Иванем, что как бы вот у нас такой есть студент. Ну, я с ним с первого класса вместе учусь, и он всегда может прийти на помощь, поддержать трудную минуту. По характеру он отличный человек. О поступке новошахтинского героя узнали в администрации города. И это событие не могло остаться без внимания. 15 января этого года Елена Ивановна Туркатова, заместитель главы администрации по социальным вопросам, наградила Ивана Аношина благодарственным письмом за мужество. Ведь он, рискуя собственной жизнью, не задумываясь, спас жизни детей. Страшно даже подумать, что бы было, не окажись он в нужное время в нужном месте. Берегите своих детей и воспитывайте достойных героев нашего времени.